МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир своего ТВ продолжает информационная программа ДНР. Меня зовут Вадим Москаленко. Здравствуйте. И вот чем запомнится этот день. Главное сегодня. В Крае появится еще один музей. Россия. Моя история. Где и когда его построят? Крещение с риском для жизни. Что будет священнику за опасные действия? Когда Ставрополь как на ладони, что теперь на вооружении у городской электросети? Как в Железноводске зажгли первую новогоднюю ель Края. Живое дерево нарядили в курортном парке. Стихийные ночлежки прямо в детских боксах. Некоторое время назад в интернете появились фотографии из детской краевой больницы, что в Ставрополе. Якобы мамочкам приходится спать на стульях, чтобы находиться рядом со своими новорожденными детьми. По их словам, за палаты с кроватями нужно платить. Пожаловались родительницы и в инстаграме губернатора региона. Кира Рогожина разбиралась ситуацией. Здесь мама выстроила стулья, легла. Вторая решила тоже, наверное, лечь красиво. Ну вот как-то мы очень ошарашены этой ситуацией. Заведующая отделением патологии новорожденных Елена Товкань до сих пор в легком шоке от фотосессии, которую устроили мамочки в этом боксе. За 25 лет практики, говорит врач, такого не было. В этом отделении малыши, в том числе после операций. Мы не ограничиваем мам в посещении детей. То есть мама в любой момент, если раньше когда-то было четко, они приходили по времени, то есть на кормление, и дальше они в течение трех часов находились в своих палатах. Сейчас мы мам не ограничиваем вообще в привлении. Хочет мама посидеть со своим ребенком, хочет она побыть с ним, хочет подержать его на ручках между кормлениями, между пеленаниями. Ради бога, все это предоставляется, никто никого не выгоняет. На посту всегда дежурит медсестра. Если малышка призничает, она всегда зовет мать. Я маму зову, и у меня есть номер телефона, я могу позвонить. Но я сама пытаюсь успокоить. Если я не могу, если вижу, что ребенок хочет кушать, я зову маму. Палаты для мамочек находятся на этом же этаже, чуть дальше по коридору. Они достаточно просторные с койками и тумбочками. Санузел также есть, поэтому ночевать рядом с кювезами нет смысла. Кроме того, это запрещено уставом больницы. При поступлении в приемном отделении каждой мамочке выдают вот такую вот памятку, где четко прописаны все требования, которые она должна соблюдать. Давайте обратим внимание на пятый пункт. Он касается матерей, госпитализированных на раздельное пребывание с ребенком. Здесь четко прописано, что постоянное их нахождение в боксе категорически запрещено. Отделение патологии новорожденных рассчитано на 73 детских места. 60% мамочек лежат вместе с младенцами. Оставшиеся 40% я уже сказал, какая-то только из-за тяжести детей. А вторая из-за того, что в общем-то, ну как обсервация что ли, да, что пока мы не выставим детям диагнозы, мы пока не поймем, с чем все-таки окончательно ребенок. Потом они идут дальше на совместное пребывание. Отделение располагается на двух этажах. Второй как раз под палаты для так называемого совместного пребывания. Каждая из них двухместная. Как все, как оно было, так оно есть. А тут не первый раз как бы. Тут и кормят, и все есть, и душ, и туалет. В коридоре ночевать не приходилось? Нет, в коридоре я не ночевала. Есть в отделении так называемые платные палаты. Их всего четыре, они также двухместные. Повышенная комфортность здесь в наличии телевизора, холодильника и санузла. Это моя инициатива, никто меня не заставлял. Это мой выбор. То есть, как бы, ничего такого тут не предлагается. Просто захотелось мне в такой палате быть с ребенком и все. То есть, никаких таких вынужденных ситуаций не было вообще, что меня все устраивает, и никаких плохих, как пишут, отзывы. Я в это не верю. Между тем, вопрос о расширении детской краевой больницы стоит не первый год. Правительство края пыталось решить эту проблему. И вот, наконец, это удалось. Мы одни из немногих субъектов, которые вошли в программу по строительству и реконструкции детских больниц. И со следующего года будет начато строительство корпуса детской больницы. Действительно, предусмотрено вынесение некоторых отделений в новый этот корпус. Начать стройку планируют уже весной. О том, что в новый корпус переедет отделение патологии новорожденных, пока речи нет. Но, по словам главврача, его точно расширит. Оно займет еще один этаж. Кира Рогожина, Антон Красов, Ставропольское телевидение. И, кстати, в интернете сегодня попала еще одна запись, которая возмутила пользователей. На кадрах, которые мы сейчас покажем, священник проводит обряд крещения в Свято-Георгиевском женском монастыре неподалеку от Есентуков. Все бы ничего, считают пользователи, если бы не грубость, с которой священнослужитель совершает обряд. Ритуал сопровождается криками ребенка. Интернет-пользователи осудили священника, заявив, что в процессе он ударил ребенка головой о купель. Однако в пресс-службе Пятигорской епархии, куда мы обратились за комментарием, заверили, что с ребенком все в порядке. Слухи, которые распространяют некоторые сни, о том, что девочку ударили головой о купель, не соответствуют действительности. Никакого увечья или травмы, не дай бог, нанесено ребенку не было. Формально он не нарушил правила совершения таинства крещения. Но было совершено полным погружением троекратным, произнесением необходимых молитв. Однако священник обращался с ребенком здесь нелегко. На видео снят штатный священник-отец Илья Семилетов. Меры по отношению к священнослужителю, который действовал с излишней жестокостью, последовали мгновенно. На сайте епархии сказано, что батюшку уже отстранили от служения, и сейчас он ожидает решения церковного суда. В Доме Ставропольского края прошло заключительное в этом году заседание. В повестке значились 12 вопросов, в их числе государственная поддержка садоводческих, огороднических и дачных объединений и дополнительные социальные гарантии для детей-сирот. Отдельно остановились на проблемах водоснабжения и водоотведения в крае и о том, как их решать. Более 54 тысяч человек в 14 населенных пунктах получат качественную воду после модернизации систем водоснабжения края. На сегодняшний день на Ставрополе более 95% жителей обеспечены централизованным водоснабжением. В разрезе страны мы в первой двадцатке. В среднем взять необходимость до нормативного состояния приведения всех коммуникаций водоснабжения и водоотведения, то нужно нам порядка на Ставропольский край 40 миллиардов рублей. Мы понимаем, что это огромная цифра, и те деньги, которые сегодня правительство края выделяет, 500 миллионов, это достаточно, тоже впервые, это, в общем-то, за последние годы, это за 2018 год 500 миллионов, не менее, это приличные деньги, и 500 миллионов на следующий год очень отлично. Но понятно, что с Ставропольским бюджетом Ставропольского края, конечно, мы все вопросы не закроем. Поэтому у нас есть сегодня понимание, как мы будем участвовать в федеральных проектах, в федеральных программах. В целом, как было сказано, в этом году мы приняли 116 законов. Конечно, не могу еще раз не коснуться бюджета, то есть, в общем-то, он интересный, потому что в нем достаточно серьезное наполнение. Мы говорим, что он социально направленный, это естественно, две трети, это наше социальное обязательное. Но вместе с тем, в рамках развития национальной экономики мы видим большие строительные процессы, которые будут, это и школы, и детские сады, это сегодня развитие медицины, это строительство, это кардинальные изменения. Это сегодня дорожный фонд, который впервые 9 миллиардов. На следующее заседание депутаты соберутся уже в конце января. Впереди у них парламентские каникулы. Еще один мультимедийный музей «Россия. Моя история» появится на Ставрополье в 2019 году. Новый комплекс построят в Пятигорске. Каким он будет, сегодня обсуждали в Краевом центре. Совещание провел губернатор региона. Уже известно, что музей раскинется на площади 8 гектаров. Это учитывая прилегающую территорию. Сейчас выбирают площадку, на которой возведут комплекс. Место должно быть удобно для проезда транспорта. Все обустройство, которое есть здесь, в Пятигорске, должно быть в два раза лучше. Здание, которое есть здесь, в Пятигорске, опять должно быть в два раза лучше. То есть мы должны от объекта к объекту улучшаться. Это правильный принцип и правильный совершенно подход. Таким образом, Ставрополь станет первым регионом России, где будет сразу два интерактивных музея. Один комплекс уже год работает в Ставрополе. Он стал очень популярным. За это время музей посетили свыше 300 тысяч человек. Люди приходят не только на экскурсии. Здесь также проводят уроки по истории, кроеведению, а также различные общественные мероприятия. После русского с математикой урок с президентом России. Сегодня Владимир Путин посетил образовательный форум «Проектория» в Ярославле. И принял участие в открытом занятии. В зале его слушали сотни школьников и педагогов. А по всей стране, благодаря видеосвязи, больше миллиона учеников. На связи были и ставропольские школьники. Они в режиме реального времени услышали советы главы государства о том, как не ошибиться с профессией и найти свое место в жизни. Какие выводы они сделали, узнавал Леонид Нечипуренко. До начала долгожданного урока с президентом собравшихся на форуме развлекали ведущие. Они скандировали кричалки, заводили зал, запускали волну. На их призывы отвечали и школьники Ставропольской гимназии номер 3. Они активно двигались, пританцовывали, смеялись. В общем, к началу открытого занятия подошли в прекрасном настроении. Я с удовольствием приглашаю на сцену нашего открытого урока президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Форум в Ярославле посвящен профориентации. Главная цель – помочь школьникам определиться, чем они хотят заниматься в жизни. Что им по душе и что получается лучше всего. О важности такого выбора рассказал и президент. Владимир Путин подчеркнул, мы живем в стремительное время технологической революции. На рынке труда возникают все новые и востребованные ниши. От того, займут ли их успешно молодые россияне, зависит будущее страны. Запомнились слова президента, когда он сказал, что мы не должны просто прыгнуть в последний вагон этого уходящего поезда, а именно быть лидирующими в таких сферах, как IT-технологии, все новые сферы, которые появляются в большем и большем количестве. Хотелось бы, чтобы наши дети тоже правильный выбор сделали, чтобы наши дети понимали, кем они хотят стать в будущем. Им сложно, с учетом их возрастных все-таки особенностей, психофизиологии. Они меняют свои предпочтения постоянно, но правильно и грамотно организовать работу по профориентации, в том числе и слушая людей, которые в этой сфере достигли чего-то. Я считаю, что мы должны детям помочь. Внимательно слушает президента и Анастасия, хотя она с будущей профессией уже определилась. Хочет работать в области международных отношений. Выбор достойный, но дался ей нелегко. Мне помогали на этом пути мои учителя и подобные профориентационные ролики и тесты, которые мы проходили. И, если честно, проходя этот тест, все то, что там было сказано, оно совпадало с тем, что я выбрала. К самому формату видеозанятий эти дети успели привыкнуть. Онлайн-лекции от лучших педагогов страны в гимназии организуют регулярно. Но урок, который вместо знакомого учителя проводит президент страны, это событие ставропольские школьники вряд ли забудут. Возможно, советы Владимира Путина помогут им принять верное жизненное решение. Леонид Нечапуренко, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Ставрополь стал еще более технологичным городом. В городе электросети запустили в эксплуатацию новейшую систему мониторинга и управления энергосистемой. А если простым языком, теперь у диспетчеров весь город как на ладони. А значит и устранять неполадки будут быстрее. Алексей Форсиков изучил оборудование. 30 лет здесь работаю, говорит Галина Ивановна. А вот так удобно еще никогда не было. Она хранительница света. Диспетчер Ставропольской гор-электросети. Раньше объясняет, вся информация была на бумаге. Искать долго. А сейчас удобно и быстро. Сейчас после того, как сделали новую схему, у нас показаны все центры питания, подстанции, РП, на которых мы видим повреждения. При повреждениях, например, при технологических отключениях мы видим, что отключилась какая линия. И для этого нам очень, и нам проще уже работать. Мы видим это, и у нас все отражается еще на компьютерах, где мы можем видеть и нагрузку, какая была до этого. И быстрее мы можем тогда и людей переключить. Теперь у диспетчеров весь город как на ладони. Видно все, что где отключилось, чей это кабель или подстанция, какая на них нагрузка и сколько там подключено абонентов. Это очень ускоряет устранение аварий. Скорость реакции диспетчера мгновенная. Но для того, чтобы, если повреждение на этом участке будет, нам нужно диспетчеру необходимо будет вывести поврежденный участок из схемы, чтобы на нем не было напряжения. И запитать потребителей по кольцевым схемам, по резервным, значит, схемам. Обычно это от часа до двух. Обновить диспетчерскую позволила эффективная работа инвест-программы, которую ведет администрация города вместе с энергетиками. Намного оперативнее стало на сегодняшний момент и влияние на аварии, аварийное отключение. И инвест-программа, она у нас была, теперь она у нас только увеличивается с каждым годом. Ну и выполняется в полном объеме, поэтому, соответственно, мы в этом году поменяли, ну, секрет не секрет, но более на 200-200 миллионов инвест-программы у нас была выполнена. Большое количество кабелей было поменено, конечно, связано с некоторыми моментами по благоустройству, но мы совместно их выравниваем, пытаемся взаимодействовать. Работники электросети говорят, мы можем работать и быстрее, чтобы люди меньше сидели без света в случае отключения. Мешают им только пробки на дорогах. Так что, если видите машину электросети, пропустите. Алексей Форсиков, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. И еще о техническом прогрессе. Аэропорт Минеральных Вод стал еще современнее и безопаснее. На его территории установили новую систему мониторинга наземной обстановки. Это российская разработка, которая позволит держать под контролем все перемещения на рулежных дорожках и перроне. Аэродромный транспорт оснастили специальными маяками. И теперь все трапы, заправщики и машины для перевозки багажа и пассажиров тоже видны диспетчерам точно так же, как и самолеты. Внедрение системы обошлось в 140 миллионов рублей. Для сотрудников экстренных служб в праздники не всегда удается отдохнуть. Работа только прибавляется. Так в День Конституции за их помощью обратились более 1900 человек. Детали самых нашумевших происшествий в нашей постоянной рубрике «Оперативная сводка». На три года в тюрьму может сесть председатель Рагулинского сельпо Апанасенковского района. Женщина знала о почти полной изношенности одного из складов, но ничего не предприняла по обеспечению безопасности на его территории. В итоге летом туда проник ребенок и его насмерть завалила стеной. На трассе в 10 километрах от станицы Новотроицка из Обильненского городского округа водитель «Мерседеса Спринтер» насмерть сбил 49-летнего мужчину. Из-за ливня и мокрой дороги избежать ЧП не удалось. Почему человек находился прямо на трассе, непонятно. Обстоятельства выясняют экстренные службы. Директор одной из компаний «Края» присвоил несколько миллионов рублей. Он заключил госконтракт на строительство трансформаторной подстанции и установку соответствующего оборудования. Заказчик выделил на это почти 8 миллионов рублей. Но, как выяснилось, в итоге на работы было потрачено только около 2 миллионов 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Больше 600 граммов марихуаны хранил 56-летний житель города Светлограда для себя любимого. Полицейские обнаружили в его хозпостройке запасы сушеной конопли. Теперь за них придется ответить по закону. Житель села Благодатного Петровского района принуждал своего 15-летнего пасынка к употреблению наркотиков. За отказ он угрожал избить ребенка. Теперь горе-отчим предстанет перед судом. Ранним утром в перспективном колокольный звон звучал особенно торжественно. В новом храме на юго-западе Краевого центра было многолюдно. В Ставрополье осветили собор святого князя Владимира. Важное событие в духовной жизни края прошло в дни проведения 6-го Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора. На церемонии освящения побывала Ирина Ивановская. Освящение собора святого равноапостольного князя Владимира в перспективном началось с передачи святынь. Митрополит Ставропольский и Невномысский Кирилл, который проводил чин, даровал мощи Георгия Победоносца новому пятикупольному храму. Собор стал одним из самых больших в крае. Его высота почти 40 метров. Одновременно он может принять около полутора тысяч прихожан. Я вечером и утром здесь в храме. Это для меня отдушина, это для меня благость. Это мой храм, это мой дом. Я всей душой здесь. Собор облицован белым камнем и украшен искусной резьбой. На его возведение ушло рекордно короткое время, всего два года. На прилегающей территории расположился уютный сквер с фонтаном и детская игровая площадка. Весь храмовый комплекс занимает полтора гектара. Ктитором, единственным строителем и меценатом собора, стал гендиректор группы компании «Югстроинвест». Патриарх московский Ивсияру Си Кирилл оценил вклад Юрия Иванова в возрождение духовности России орденом святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. Я рад, что группа компаний «Югстроинвест» прикоснулась к этому благостному делу. Строительство собора святому равноапостольному князю Владимиру. С Божьей помощью храм построим. Я хотел бы выразить слова благодарности семье, коллективу за поддержку. Мы и дальше будем стараться, чтобы это благостное место развивалось и процветало. Развивать территорию попечители продолжат уже в следующем году. Мероприятиям в череде праздничных торжеств, посвященных 175-летнему юбилею Кавказской Ставропольской епархии. И понимая, что именно здесь, в огромном микрорайоне, нет храма, именно сюда как бы обратился мой взор. И мы стали об этом говорить с Юрием Ивановым. Ивановым. Об этом я говорил с губернатором, с главой города. Столько бы ни стоял храм, здесь будет поминаться имя строителей, ваше имя, в первую очередь. А это, конечно, самое-самое главное. В следующем месяце приступят к росписи храма. Весной рядом начнется строительство православной школы. Будет заложен парк, а затем и классическая гимназия на 400 учащихся. Труд строителей по достоинству оценили прихожане и духовенство края и России. Ирина Ивановская, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Ставрополь избавит от пробок новая двухъярусная дорога. А посмотреть на Есентуки можно будет с высоты птичьего полета. Об этом мы не только расскажем в нашем обзоре из разных уголков края. Новая двухъярусная дорога разгрузит Ставрополь от пробок. Развязка свяжет юго-западный район и выезд из города в районе проспекта Кулакова. Ее длина около 8 километров. Новая трасса избавит дороги Ставрополя от пробок в часы пик. Сейчас идет разработка проекта. Такое распоряжение дал губернатор края. Подрядчику следует позаботиться и об эстетике. Магистраль должна быть не только качественной, но еще и красивой. Спортивные рекорды кочубевские школьники теперь будут ставить в новом спортзале. В хуторе Мищенска отремонтировали старый зал. Его не обновляли годами. Ученикам приходилось ездить на тренировки в соседнее село. В спортивном зале поменяли напольное покрытие, освещение, баскетбольные кольца. Сетки для волейбола установили безопасные панели. Ставропольское мясо едят в 35 странах мира. Край чаще и больше экспортируют мясо птицы. За 10 месяцев этого года сельхозпредприятия произвели около 300 тысяч тонн продукции. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Один из лидеров – компания «Ставропольский бройлер». Предприятие произвело 220 тысяч тонн мяса птицы. Посмотреть на Ясентуки с высоты птичьего полета. В парке Победы города-курорта скоро построят колесо обозрения высотой 65 метров. Обновление парка началось давно. Здесь сначала создали инфраструктуру и спортивные площадки, а теперь уделили внимание развлечениям. В планах, кроме колеса обозрения, построить веревочный парк, летний кинотеатр и детскую железную дорогу. Старт предновогодним мероприятием дали сегодня в Железноводске. В городе зажгли главную ель курорта. Она не просто живая, а растет в центре курортного парка возле Пушкинской галереи. Игрушки для нее помогали делать школьники и воспитанники детских садов. Как и положено, накануне Нового года подвели итоги года уходящего. 2018-й для жителей и гостей Железноводска был очень насыщенным и позитивным. Мы впервые с момента создания отремонтировали городской парк. Мы отремонтировали кровлю в Пушкинской галерее, мы продолжили ее ремонт. В этом году заканчиваем ремонт городского дворца культуры. Мы заканчиваем ремонт центральной улицы Чайковского. Мы отремонтировали и закончили каменную лестницу. Это центральный вход в наш курортный лечебный парк. Такого объема ремонта в городе-курорте не было, наверное, очень-очень-очень давно. А теперь к соседнему курортному городу, Кисловодскую. Там уже установлена 15-метровая зеленая красавица на курортном мульваре. Но официальное открытие Кисловодской елки будет 22 декабря. На праздник ждут всех желающих. Кстати, в этом курортном городе накануне побывали ведущие программы «Поехали на курорт». Аня показала своему ангольскому другу Жулио кисловодские красоты, дала попробовать нарзан и привела ловить барана. Новый выпуск смотрите сегодня в 20.00. Ну что же, мы пришли. Я понял сейчас, почему ты мне дала это кольцо. Вот же гора Кольцо. Гора Кольцо – это великолепное природное творение, куда мы с Жулио отправились в этом путешествии программы «Поехали на курорт». Кольцо располагается на южной стороне Баргустанского хребта. Отверстие в горе появилось естественным образом. Ветра и дожди, можно сказать, выбили такой проход. Гора Кольцо практически целиком состоит из песчаника. Дианетр этого отверстия около 10 метров. И существует очень много легенд, связанных с этим местом. Вот, к примеру, считается, что воин, который проскакал сквозь это отверстие в полном вооружении, становится непобедимым в бою. Красота этих мест уже много веков вдохновляет писателей и поэтов. Гора Кольцо упоминается Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в романе «Герой нашего времени». Кстати, теперь аэропорт в минеральных водах назван в честь великого поэта и писателя Михаила Лермонтова. После горы Кольцо мы отправились и в другие интересные места Кисловодска и его окрестностей. Попробовали минеральную воду. Чтобы использовать для лечения болезни. Сбодрились на квадроцикле. Аня, вот это было круто. Ну я же говорила. Жулио узнал, что такое хэджи. И этим ты будешь ловить баранов. Приготовили национальное блюдо. Для этого нам понадобился один баран. О, барашка. И многое другое, что вы тоже можете попробовать в курортном городе. Вот вы когда-нибудь видели музей в скале или в пещере? Самое главное, здесь можно погреться. Все нормально у тебя? Новое путешествие с моим монгольским другом Жулио смотрите сразу после информационной программы День на своем ТВ. Такие новости этого дня больше на нашем сайте СТВ24.ТВ. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал.